О, щас будет жёстко. Что происходит, то умер. Я даже не перечислю всех, чувак. Он очень горячий стал. Чуваки, вот вы неудачное место для сходки выбрали, а? Попалась, привет! Опять на те же грабли, подруга, ну ты шо? Она влюблена в него, а этот влюблён в Венни. Сейчас из-за сена триенится, будет забавно. Чего, блядь? Побеждённые. Побеждённые? Нужели они всё-таки не догонят её? Эрон погиб? Он жив. Видимо, цель обладает разумом. И она намеревается унести Эрона с собой. Хотела бы убить, раздравила. Может, она хотела съесть Эрона. Скорее всего, он мёртв. Он жив! Его уже съедали, вов. Было бы хорошо. Снизим число задач до одной. Во-первых, забудь об убийстве женской особи. Пока её кожа может отвердевать, это невозможно. Следуй моим указаниям. Живудок ей разрядить? Я её покромсаю. А ты отвлеки внимание. О, сейчас будет жёстко. Ха-ха. А, ну или Дарья, кстати, он, возможно, не в жутке, а во рту просто. Да, его держат во рту. Коста, точно. Фамилия Леви говорили уже? Нет. Но он очень похож на Эрона, как помню. Чё, так можно было? Почему ты сразу этого не сделал? Открыт. Могу убить? Стой! Шея, 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 шея! О, вроде цел, живой. Могрезать. Не связываемся с ней. Отступаем. Она же почти мертва. О, твой драгоценный друг. Плачет? Она плачет? Бля, по итогу миссии я вообще ни к чему не привела. Просто реально сдохла по отряду опять. Похоже, Элт едет домой. Так, только в первом сегодня 25 серии. А сколько во втором сегодня серии? 12 во втором всего лишь? О, то есть мы второй сезон за 11 стрим посмотрим. Понимаем. Эх, к такому я никогда не привыкну. Они узнали, что ты ещё не так румяется. Да они и так знали, воу. Ты чё, Ирсов, проснись. Где смерть подкараулит меня? В голову только это и лезет. Я стараюсь об этом не думать. Если я представлю свою смерть, то, наверное, больше не смогу сражаться. Сколько я ещё проживу? Но ведь сейчас вы живы. Только сейчас. Но разве это не хорошо? Главное, вы живы. Сможешь сказать это телам погибших друзей? Я, наверное, домой уже не вернусь. Мы почти закончили. Пятерых забрать невозможно. Запиши пропавшими. Я не согласен, командующий Эрвин! Мы должны забрать его! Тело Ивана было прямо перед нами! Но рядом с ним были титаны! Только лишних жертв не хватало! Иван, наш земляк и друг детства. Мы хотим хотя бы забрать его тело! Достаточно и того, что смерть подтверждена. Есть у вас тело или нет? Покойник есть покойник. Иван и другие объявляются пропавшими. Это решено. Даже не думайте. У вас что? Совсем человеческих чувств нет, что ли? От того, что вы погибте... Из-за попытки его тело достать, лучше не станет точно. Обозы. Разведкорпус. На этих обозах используется сложная система подвески, специально изготовленная в индустриальных городах. Она делается из сверхпрочной стали, сверхтвердой. И ее создание невозможно вне этих городов. Нормально у них там суши. На вид как просто тележки старые, а на деле-то вон технологии. Когда в обозах впряжены лошади, разведкорпус и их кресельская скорость составляет 20 км в час. Они могут двигаться как по бездорожью, так и по мощенной дороге. Да, и в Зеронах все погибли, весь отряд тоже. Ай, вернулись за телом все-таки. Ну вы болваны, а. Не удивлюсь, если их сейчас специально оставят. За слушание к приказу. Не видно ни высоких деревьев, ни зданий. Особо не посражаешься. Добраться до стены будет быстрее. Вот и Ваня твой остался. Полный вперед. Чувак. Ну это вариант вообще-то, да. Микаса? Молодец. Черт, нас загоняют! Я зайду к нему сзади, а ты? И не думай. Выбрасывайте тела. Ага, но ведь... Прошлое нам приходилось оставлять много тел. Они ничем их не лучше. Выбора ведь нет! Оу. Петро? Что происходит, кто умер? Я даже не перечислю всех, чувак. Вот, я да умер. Капитан Леви. Я не... Это доказательство их жизни, хотя бы для меня. Нашивки? Это Ивана. Капитан! А вот и разведчики вернулись! Идем, Микаса! Надо встретить героев! Они на наши налоги просто набивают брюхо этих чудовищ. Эрен! Да, это из самого начала. Что такое? Эрен! Эрен! Пока не поднимайся. Отдохни. А женская особь? Скрылась. Почему? С озряда. Что? С остальными? А операция? Провалена. Сейчас лучше отдыхай. А разве утром их не больше было? Чуть-чуть. Только утром вышли с такими воплями и уже вернулись? Зачем вообще ходили? Наши налоги пустить по ветру и мудро. Да заебались всеми налогами. Так же, как они в детстве смотрят. Разведчики такие классные! Их так побили, они все равно сражаются! То, как они видят, и как они видели, и то, как на самом деле. Капитан Леви! Моя дочь служит у вас. Я отец Петра. Я хотел поговорить до того, как найду дочь. Такие моменты ненавидишь быть капитаном. Но я все-таки отец. Понимаю, что замуж ей пока рано. Она ведь еще молода. Командующий Эрвин! Ответьте! Это разведмиссия оправдывала такие жертвы! Расходов и потерь, понесенных в последний разведмиссии за стену, было достаточно, чтобы лишить разведкорпус поддержки. Оу! И результат никого не принесла операции. Все ответственные, включая Эрвина, были вызваны в столицу. И в то же время была решена выдача Эррона. Выдача Эррона? Продолжение следует. Войны полиции, в смысле, что ли, его обратно в тюрьму? Серьезно? Финальная арка пошла. Улыбка. Засад... Где засадывает? Молодец, Энни! Сразу видно, вся в меня! Энни, вот, про нее мы говорили, ну-ка. Не отдыхать! Вот, я думал, что она и есть тот самый Титан. Она даже похожа на нее. Наконец-то проснулась. Да это точно она! Она прямо у нее даже чертани лица, как у того Титана. Чень, ты дружелюбная. Оставьте ее. Забейте, вольно. Сегодня у вас особая задачка. Дело в группе разведчиков, которых вызвали в столицу. Конвоировать их задача штаба военной полиции. Могу я задать вопрос? Какой? Отчего нам защищать конвой? Хороший вопрос. Я не слышал, чтобы внутри стен кто-то выступал против короля. О, какой ты серьезный! Вот и будешь за главного. Как всегда, инициатива в армии наказуема. Черт! Ну что за чушь? Тут все прогнило сильнее, чем я думала. Ну, поэтому я сюда и пошла. А это кто? Да вот только почти всю работу вспихивают на новобранцев. Отбросы. О чем ты, Марла? Ты такой же, раз выбрал военную полицию. Ну да. И я не такой же! Я здесь, чтобы исправить военную полицию! Вот это да, Марла! И как ты ее исправишь? Когда я стану главным, дисциплина будет исправна. Они чистые на руку получат по заслугам. Блин, ну ты даешь! А я-то думала, что ты скучный! Я думаю, ты прав. Ты говоришь правильно. Я знаю такого же, как ты. Эрона. Чтобы плыть против сильного потока, нужна храбрость. Я это уважаю. Впрочем, может быть, ты просто осел. Все время на болтовни ушло. Идем! Что это? А это не наше? А, ясно. Коррупция. Коррупция. Они сбывают налево казенное имущество. Это что, Россия? Ой. Что еще стоило? Эй, а как же задание? Вот это да. Он просто нечто. Хищение казенного имущества. Преступление. И что? И что? На это имущество идут налоги, которые выжимают из народа. Ха-ха-ха. Ну и ну. Невобранец пытается запугать вышестоящих офицеров? Далеко пойдешь. Сразу видно. Ха-ха. Сними себе девку и расслабься. Стоять! Пожалуйста. Хищение казенного имущества. Полицу еще получит. Вступиться на него сейчас что? Я арестую тебя за неподчинение и измену. Тебе это срок. Сойдет. Столько свидетелей, Волк. О, привет. Не могли бы вы остановиться? Простите, что наш дурак доставил вам неприятности. Мы сами его как следует проучим. Или же вы хотите поднять еще больший шум? В виде исключения. Есть! Ружье само? Нет? Стрельничает что ли в него? Давай. Ты ведь собирался воздать по заслугам нечистым на руку? Я тоже могу помочь. Черт! Твой знакомый, тот осел, о котором ты говорила, он бы смог? Эрон бы точно психанул. Наверное. Тогда я такой же отброс, которого унесет тот сильный поток. Как знать. Но разве это не значит быть обычным человеком? Пусть я такая же слабая и плыву по течению, но я хочу, чтобы меня считали человеком. Ну, это очень титанша, блин, а? Ну, сука. Энни! Эрон? Или кто это? Тут кто? А, Армин. Ты уже настоящий полицейский. Он узнал ее, он узнал. Нет? В военной полиции служит около двух тысяч человек, но с учетом подконтрольного ей гарнизона, их число достигает пяти тысяч. В каждом из укрепрайонов размещено около двухсот полицейских. Их основная задача, основные задачи, управление кадетскими корпусами, надзор за стражей и руководство тушением пожаров. Что происходит? Энни, прости за вопрос. Ты можешь помочь Эрону бежать? Бежать куда? Это будет подано, как восстание части разведкорпуса. Мы выиграем время, чтобы собрать материалы, которые помогут обернуть суд в нашу пользу. Ты уж извини, но так не пойдет. Я никому не скажу. Удачи. Энни! Прошу! Иначе они убьют Эррона! Мы постараемся не причинять тебе неприятностей. Но чтобы пробраться через пропускной пункт у стены Сина, без помощи полиции никак не обойтись. Серьезно? По-твоему, я такой хороший человек? Знаешь, мне не нравится это выражение. Блин, вот если я ошибаюсь, все-таки Эррона... Мне кажется, так можно называть только тех, кто устраивает лично тебя. Так что, Энни, если ты не согласишься, для меня ты станешь плохим человеком. Блин, теперь фиг за, может, все-таки не она. Я столько на ней сижу, гоню. Хорошо. Согласна. Кольцо? Кольцо? Что за кольцо? Пробраться оказалось на удивление просто. Только бы не поняли, что вместо меня Жан. Долго он не продержится. Слушайте, а если бы я не согласилась? В таком случае собирались прорваться на ОПМ. А не проще ли было сбежать до того, как вы приедете в Стохис? Я решил, что здешние запутанные улицы лучше подходят для операции с подставным лицом. И покорность вместо открытого сопротивления позволит усыпить бдительность. Ясно. Убедительно. Здесь? Да. Там развалины подземного города. Тут можно пройти почти до самых внешних ворот. Что такое? Только не говори, что боишься темных и тесных мест. Что такое здесь? Да, еще как. Такой смелый чертов смертник, как ты. Вряд ли способен понять чувства слабой девушки. Что? Светлана сфера. Нельзя назвать слабой ту, кто может вертеть в воздухе здоровыми парнями. Может, она в темноте пройдется встанет? Нет, но я не пойду. Там страшно. Ну точно. Я не буду помогать, если не пойдем по земле. Да что ты такое несешь? Эрен, не кричи. Ничего. Возможно, они не просто так ее сюда заманивают. Страшного микаса. Все-таки Армин что-то придумал. Почему-то именно сейчас в округе не видно ни одного человека. Точно они ее ловят, оу. Они догадались. И с каких пор ты стал смотреть на меня такими глазами? Ага. Энни, почему у тебя было УПМ Марко? Я его подобрала. Значит, это ты убила двух пойманных живьем титанов? Как знать. Но если ты все понял месяц назад, тогда почему ничего не сделал? Я и сейчас не могу поверить. Я хочу думать, что мне просто показалось. И ведь ты тоже тогда... Угу. Меня не убила. Ой-ой-ой. Точно она, блин. Точно она. Не зря я на нее гнал. Мне тоже так кажется. И правда. Почему я тогда тебя не убила? Эй, Энни! Еще есть шанс, что ты недотепа с дурацким чувством юмора. Живо, иди сюда! Я не могу спуститься. Застрянутся. Я не смогла стать воином. Я же сказал! Брось свои шутки! Хватит! Не хочу больше слушать. Я вновь порублю тебя на кубки! Женская особь! Та-да-да-дам! Армин, я рада, что смогла побыть для тебя хорошим человеком. Сейчас выиграла ваша ставка, но... Теперь время сыграть в моей! Обычные люди? Стоп, что? Ааа, вот что за кольцо с сюрпризом. На случай, если ее схватят. Нормальное колечко. Нормальное колечко, блин. Офигенно, теперь она в городе засполнилась. Емайо. Авторы могли менее палевную прическу Титана сделать. Ну, вообще, и по глазам можно было узнать тоже. Милосердие. Понятно, почему серия называлась засада, кстати говоря, теперь. А вот и небольшая предыстория. По глазам, по носу, по волосам. Ну, блин, ну... Если бы я... Тогда не ошибся с выбором. Я же сказал. Никто не может знать заранее. Это да. Мы нашли ту, кто может быть женской особью. На этот раз мы ее не упустим. Армин, вообще красавчик просто. План таков. Когда прибудем в Стохес, Эрон станет приманкой и приведет цель в это подземелье. В самой глубине мы ее обездвижим, даже если она превратится в Титана. Имя девушки, которую мы считаем женской особью. Энни Леон Хант. Да, хороший вопрос. Почему она не за людей тогда? Ну, то есть с Юпер Чим. Ну, понятно. Это риторический вопрос. Возьмем отсюда, потом переходим ко второму плану. К сражению с ценней с женской особью. Два огромных стана в городе. Ух, разрушение будет. Третья группа! Что произошло? Оу. Женская особь. Готова убить Эрона? Рискнула. Она не... Она не убить его хочет. Она рискнула жизнью Эрона, чтобы проделать дыру. Выход отрезан. Даже если быстро выскочим на УПМ, она сразу на нас нападет. А если не выскочите, она до вас тоже доберется. Если будем сидеть здесь, то она нас раздавит. Я что-нибудь придумаю. Идите сюда. А цель есть? Не заработала. Эй, Хаук в Азии. Ты шо? Опять? Только не сейчас. Неужели ты все еще не хочешь сражаться с Энни? Влюблен в Энни? Более всего, что произошло. Она убила твоих товарищей. И ты еще сомневаешься? Энни? Женская особь? С чего ты взял, Армин? Женская особь с самого начала знала твою лицо. И она отреагировала на твою кличку Чертов Смертник. Но самое главное, что подопытных Сони и Бина предположительно тоже убила она. Но когда проверяли снаряжение, Энни не поймали. На, делал ПМарка. Показала снаряжение Марку. Тебе не показалось? Нет. Я точно помню. Эй, сопляк, есть другие основания? Я думаю, что женская особь лицом напоминает Энни. Да. Да что ты несешь? Это ничего не так... То есть действуем без доказательств. Эрен, ты сражался с женской особью в рукопашную. Ты не заметил характерных для Энни приемов? А, она же так его уложила уже однажды, кстати. Ты ведь понимаешь, что женская особь на самом деле Энни. И это сердце разбил, да? Мы с Микасой одновременно выйдем через ту дыру. Тогда Энни нападет на одного из нас. А ты в этот момент беги через тот ход, где ее нет. Тогда один из вас погибнет. Если останемся здесь, погибнем все! Ты, Микаса! Армин! Почему? Они мотивируют его. Выбора нет. Этот мир очень жесток. Она влюблена в него, а этот влюблен в Энни. Давай, чувак, тебе не фигу. За стеной Сина, где находится столица, проживает около 200 тысяч человек. Так как она считается обителью королевской семьи и ее родственников, там требуется особое гражданство. Страна внутри страны? Клево. Такую стену, такую привилегию можно заработать подвигами на службе в гарнизоне или разведкорпусе. Это считается единственным шансом бедняков на жизнь в безопасности. Что ты решил, что он влюблен в Энни? Ну, очень на то похоже. Поэтому он не хочет с ней сражаться. И поэтому Микаса приревновала его. В общем-то. Ай-яй. Эрен! Я сейчас тебя спасу! А где остальной разведкорпус? Там куча была на крыше. Не упустите же егер! Хватит с меня этого паскарада! Да я не егер, да? Не зови меня больше этим именем, Дубина! Командующий, я тоже иду. Снаряжение получил четвертой группы. Есть! Все, кто может двигаться вперед! Присоединяемся к группам захвата! Эрвин, остановись! Ты сейчас явно поднимаешь мятеж против нашего короля! Нил, твои мозги такие же жидкие, как твоя бороденка. Сними снаряжение, Эрвин! С дороги! Расслабились тут! А ведь я хотел быть таким же! Ого! Акроматисты! Акроматисты, что же сказал, акроматывал. Из меня так легко! Нет, сделаешься! Завали его, хорош! Эрвин! Эй, чем ты тут занимаешься? Жан, Эрвин, ты завалила! Жан, помоги! Эрвин, ты совсем сдурел? Я же сказал, что рассчитываю на тебя! О, бесполезно. Сначала надо разобраться с ней. Эрвин, я как-то сказал Жану, кто не способен ничем пожертвовать, не сможет ничего изменить. Нужно отбросить свою человечность, если это поможет одолеть чудовище. Наверняка Энни на это способны. Ему немножко хреново говорит. Бля, ну она вообще ничьи, директаклью. Если на этот раз ты меня не убьешь, то твои отговорки про какие-то ставки теряют смысл. Арбит, сюда! Понял! Идем, идем. Мунтик, у вас слишком глаза бегают. Да, мы ничка влиндованы. Опять ловит. Попалась, привет! опять те же грабли, подруга, ну ты шо? Отлично! Мы не рассчитывали, что третий план пригодится, но на тебя. Хорошая девочка, будь паинькой. Тут тебе не позвать других титанов сожрать себя, но не волнуйся. Вместо них тебя сожру я. Нигера зиме. Не упустите к погоню! Кто не способен ничем пожертвовать, не сможет ничего изменить. Я знаю, я не смог. Вспомни. Ради всех, ради Микаса, ради всех, кто погиб. Теребю всех. Нет. И истреблю! Нет времени думать, что правильно. Не пытайся закончить все счастливо. Мир жесток. Продолжение следует. последнее, 25-я серия. Разрушение, ущерб за наши налоги, да? Выбора нет. Эти тут стены, блин, болят за стену. Только не порочные верующие сердца защитят нас от титанов. И сейчас титан такой в окне, да? Бля, серьезно, чуваки, вот вы неудачный место для сходки выбрали, а? Титан? Откуда он здесь? нет. Не приближайся к стене. Кажется, на этот раз он владеет собой. Но Эрону еще ни разу не удалось победить женскую осень. Ну, как сказать, он был близок. Она бежит к площади. Там УПМ бесполезны. Разделитесь и обойдите ее. Быстрее, быстрее, быстрее. Что за бред? Откуда здесь титан? А теперь один на один. Я понял, что после титра будет сцена. Я понял, я услышал. Энни, ты всегда выглядела так, будто для тебя все вокруг непроходимые тупицы. Но иногда ты словно оживала, когда красовалась своими навыками рукопашного боя. Хоть и говорила, что в них нет смысла, но мне не казалось, что ты правда так думаешь. ты просто не умеешь врать. Эй, Энни, почему, почему ты сражаешься? Ради какого дела ты убивала людей? А он ее приемы-то уже знает. Попалась дорогая. Даже если мы поймаем женский особь, город превратится в руины. Мы пойдем и на это. Титаны сражаются друг с другом? Да, много жертв. Нужен был понимать, к чему приведет исполнение такого плана в городе. Почему ты так поступил? У меня не было выбора, потому что ради победы человечества. Ты изменник! Если я сейчас же казню тебя, начальство и слова не скажет! Не возражаю, но тогда прими командование на себя. Постой! это правда? Все ради человечества. Я верю, что это шаг вперед. Отправить туда все отряды! Главная задача эвакуация гражданских! Кто не способен ничем пожертвовать, не сможет ничего изменить. Нужно отбросить свою человечность, если это поможет одолеть чудовище. Энни! Энни! Ее предыстория будет? Энни! Папа всегда будет на тво... Бля... по ней стороне! Да, он вообще ее не вывез. Я истреблю титанов всех до единого! О, его ульта какая-нибудь, погоди! Ха-ха! Не только она укрепляться может, походу. Эрен! Стой! Неизвестно, узнает ли тебя сейчас Эрен! Он очень горячий стал! Призывает титанов, да? Он и был горячий, сейчас он стал еще горячее, он сейчас вообще как у лавы, видишь. Лезет на стену? Хочет перелезть? Не уйдешь! Руки! Мышцы! Энни! Падай! Энни! Я был неправ! сэнни! Энни! Поэтому обещай мне, что ты вернешься Нет, он себя контролирует полностью Дарку Майеру, подписчику, прилетел от Абрайера Спасибо огромное Что? Они сливаются? Он ее силу себе понимает, что ли? Подожди, нормально Вырезал его Ну не жрать важных свидетелей, тупица Всем понял, что произошло? Он пытался ее погутить, получается, да? А, она себя закристаллизовала Ох ты ж, е-мое 784 год Это про стену, стена часть первая Ночью одного невыносимого жаркого дня Некий Рудокоп решил попробовать прокопать лаз под стеной Сина Было бы неплохо перебраться через стену Сина и поселиться там Такая мысль внезапно пришла в голову Рудокопу Несколько дней назад, когда он работал лопатой в угольной шахте Можно сказать, в некотором смысле, снизошло откровение После чего Рудокоп несколько дней ходил вдоль стены Пока не выбрал место, где густо рос лес Туда никто не забредет, и листва прикроют его раскопки от дозорных наверху стены С этими мыслями, следующей ночью он приступил к делу Рудокоп принялся копать свои верные широкие лопаты Работа шла бодро, и скоро яма стала глубиной с его рост Когда он уже не мог выбрасывать землю наружу Он стал набивать ее мешок и выносить его по лестнице Он только иногда останавливался, чтобы выпить воды Или расслабить онемевшие мышцы Рудокоп уже 20 лет без отдыха копал ямы и был полностью уверен в своем знании дела За это время он научился копать глубже, быстрее и эффективнее кого бы то ни было Ему вмиг покорялись самые сложные туннели, которые ставили в тупик других Рудокопов Но в этот день все было по-другому Сколько он ни копал, конца не было видно По пути он несколько раз проверял лопатой стену ямы, но все равно бестолку Фундамент стены уходил все глубже и глубже в землю, не давая Рудокопу хода Но решимость Рудокопа не угасала И дело было уже не в жизни за стеной Сина Ему было уже все равно Он думал только о том, как покорить стену Клянусь моими 20 годами копания Я одолею эту стену, решил Рудокоп Вытирая беспрерывно текущий пот Глубина ямы была уже в 4-5 раз больше роста Рудокопа Когда его лопата ударилась о камень, Рудокоп подумал каменный пласт, но камень был похож на тот, из которого был сделан уходящий вглубь земли фундамент стены Рудокоп со всей силы ударил лопатой о камень Лопата разлетелась в дребезги Но на камне не оставалось и царапины Рудокоп вздохнул, и вздох его был глубже любой ямы, которую он выкопал за 20 лет То есть это не просто стены, а это стены и еще и плюс дно Все дно под городом тоже? Стена, так скажем Стена? С несколько задачным видом спросил друг Рудокопа Странное дело, да? Сказал Рудокоп и отпил глоток Надо же, стена и под землю уходит Двое сидели друг напротив друга за столом в глубине кабака на окраине города Рудокоп частенько там выпивал после работы вместе со своим единственным другом В тот день, следующий за тем, в который Рудокоп копал стены Они, как обычно, не приглашая друг друга, зашли туда после работы Там Рудокоп поведал о своих делах прошлой ночью Он был уверен, что его друг будет держать рот на замке Видать, мы окружены стенами не только над землей, но и под ней, сказал Рудокоп Слушай, а откуда вообще эти стены? Друг оборвал его кашлем и окинул кабак взглядом Посетители были заняты своей выпивкой Приставаниями к девушке, зазывали и громкими разговорами На них никто не смотрел Но все равно Рудокоп решил больше не говорить о стене Если его кто-нибудь услышит, военная полиция не заставит себя ждать Ну, что плохого-то, сказал друг, воспрянув духом Просто живи как раньше От бедности не убежишь, но хотя бы у тебя каждый день есть работа и возможность выпить Разве этого мало? Да, ответил Рудокоп Верно, буду и дальше копать свои ямы Все равно мне больше ничего не светит Но на следующий день Рудокоп не пришел на работу И на второй, и на третий тоже Его друг несколько раз ходил к нему домой Но так его там и не нашел У Рудокопа не было ни родственников, ни жены, ни кого-то, с кем он был близок Так что спросить, куда он мог подеваться, было не у кого Друг Рудокопа уже не знал, что делать И решил рассказать гарнизону все Включая попытку Рудокопа перебраться через стену На следующий день объединенные силы гарнизона и военной полиции организовали крупномасштабные поиски Они были несколько гран... Они были несколько грандиозными для одного бедного Рудокопа Пусть и преступника Который пытался сделать подкоп под стену Друг Рудокопа не мог понять, почему они так упорно пытаются его найти Но в конце концов они не смогли найти следов ни самого Рудокопа, ни его ямы А однажды его друг тоже внезапно пропал И никто его больше не видел Это как-то связано и по-любому с титанами Какой-то секрет стены Хватит Бесполезно Да, надо как-то распилить от креста Много жертв, а остались одни загадки Ради чего все Черт Операция такого размаха, все без толку Она пошла на все, чтобы защитить информацию Эрон дал ей уйти Ведь так, Эрон? В смысле? Если бы не тот миг Верно А, ну когда он не смог Армен прав Когда я ее увидел То просто остолбенел Я даже не пред... У меня даже предположений пока нет Какова мотивация Энни Вообще Мне было так хорошо Я даже подумал Что можно и помирить Эрон Сейчас я так не думаю Будет дикий твист Я не понимаю Ну, видимо, да Чтобы одолеть чудовищ Нужно отбросить человечность Думаю Эрон справится Слушай Если он станет чудовищем И перебьет всех титанов Будет ли это победой человечества? Если он при этом не потеряет контроль сам, то... Раньше Превращение человека в титана Было невообразимо Поимка даже одного такого врага Большой шаг вперед Да Они точно есть Всех титанов на нашей территории Выследим их всех До единого Вызов в столицу разведчиков Эрона Йегера Был отсрочен Энни Леонхарт В заточении глубоко под землей Была передана разведчикам Однако Потребуется Еще немало жертв и времени Прежде чем люди узнают Достать бы ее, как ты затолкала От кого они прячутся А, блин, да подвал бы еще, сука, да, брат Что там в этом подвале, долбаным? Да, вот, как бы, сцена после второго Ну-ка Ну-ка, 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 ну-ка Только налезу наверх Сейчас, если сцена отрегенится, будет забавно Чего, блядь? Чего, блядь? ВАТ? ЧТО? ЧТО, блядь? Ха-ха Подожди Стена это и есть титан? Титаны? То есть, типа, куча титанов объединились И создали стену? Серьезно? Вау Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова